Господи, спаси, благочестивая! Несмотря на то, что сегодня будний день, с утра в храме Александра Невского было многолюдным, ведь сегодня сочельник одного из любимых праздников христиан. Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Именно тогда Господь предстал во всей полноте, как Отец, Сын и Святой Дух. Иоанн Креститель тоже крестил, но он как бы крестил покаяние, чтобы люди каялись и очищались. А Христос не нуждался в крещении лично сам, потому что он был безгрешен, он был Бога-человек. Но он пришел и принял крещение от Иоанна, потому что он воспринял на себя человеческую плоть. И в этом крещении освящает все человечество. Поэтому в этот праздник принято освящать воду. Совершать чин великого освящения начали уже сегодня, в сочельник. Верующие признавались, что убеждались не раз, святая вода остается свежей целый год. Сил прибавляется, вот сразу такое умиротворение, вот прям не описать, просто такое чувство после святой воды. Открепить дом, открепить семью, свои, их близко. Вот это наша задача. Правда, немножечко капризики, колеи, я его беру и мою. Говорит, по-моему, более, конечно, спокойнее становится. И никто пусть не говорит сказке о том, что туда кресты серебряные опускаются, поэтому и вода становится, не портится, не такой целебной. Благодать Божия не сходит на воду. В праздник крещения многие стремятся не только запастись святой водой, но и окунуться в прорубь. За строительство Иордани в казанском поселке Красная Горка взялись сегодня утром. Как говорит настоятель, в прошлом году здесь побывали около тысячи человек. Это сложившаяся традиция у людей. Каждый может желающе искупаться. Кто-то не купается, кто-то купается. А так это не обязательно. Самое главное обязательно прийти на богослужение, принять участие в богослужении, помолиться со всеми. Тех, кто решит опуститься в Иордань, врачи предупреждают. Можно только на трезвую голову. С собой нужно иметь полотенце и теплый чай. Думая о безопасности, работают и строители. Кстати, безвозмездно. Поставлена решетка. На решетку закреплена лестница. На лестнице сделана площадка, на которой человек спокойно опустился по лестнице в воду, встал на эту площадку, взялся за поручни и спокойно окунается. Глубина Иордани около полутора метров. Внизу на прутьях лежат деревянные доски. Впрочем, верующие уверены, пусть прорубь и сделана надежно, но главное, их защитит Бог. Рядом с Иорданией будут установлены две палатки, чтобы люди могли переодеться. Отдельно мужская и женская. Сейчас в храме думают над тем, как сделать их теплее. А для тех, кто так и не решится искупаться, уже готова еще одна прорубь. Здесь можно будет просто умыться. Маргарита Пастнова, Роман Фенин, телеканал Эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова